пацаны привет всем дошли руки до татры купил два новых аккумулятора цена им 4 500 а одному но за тысячу взяли мои бушные один тысяча гривен обратно вот такая вот фирма ну всегда беру самые дешевые того что понять невозможно где лучше и хуже это все разводняк вот не самые дешевые там начинает раз указывать а если их вот так и взять их заменить местами чтобы они были самыми этими дорогими там вес как-то вот всю жизнь беру дешевые так что сейчас собираю и и единственное что перемычку нужно будет сделать мощнее мне нравится на минуту свой всему свое время тут сейчас работа вроде бы намечается небольшая нужно татра у нас морозы обещает сейчас он оттепель резюка она завтра уже заморозки сейчас попытаемся запуститься лица нашла они выше блин вот тут место до крышки сейчас надо чем-то родиться чтоб не замкнул они не дед ничего но кто уже нюансы короче занимаемся пытаемся выехать она уже за это застоялась а за ветер начала надо ее короче в бой пускать все пытаемся запускаться пацаны поставили аккумуляторы сейчас попытаемся она уже стоит долго два не мог запустить сегодня аккумулятор купил на сука залазить в нее так неудобно снял опять панель за занимайся установил он вольтметра у такой сейчас вот такое установили там так воздуха 0 все 0 сейчас насос включим очень удобная вещь пацаны на подкачку ну что пытаемся ну милая давай да вы поняли что значит татра я не обманываю стояла месяца два заглохла воздуха 0 системе это вот у меня давление сирпот 4 больше не поднимается и на холодную то есть ну и кота все зарядка идет отлично зарядка маловато на самом деле зиму можно и больше чуть-чуть ну в принципе сейчас она 28 вольт нормально пацаны стояла говорю месяца два на я ее не запускал вы увидели но решает все насос подкачки бывает еще глохнет чего-то я насосах раз не знаю сейчас хочу выехать попробовать энерго чья заменил вроде бы не шипит как-то так воздуха уже две атмосферы хорошо качает быстро как-то так насос был включенный выключили вот это неудобно мне очень не нравится хочу переделать вот глохтек чего-то сейчас непонятно чего или воздух где-то подсасывает ну насос решает насос решает из-за чего ну надо разбираться надо выезжать работать она уже будет видно все кулиса все четко очень удобно ну классно чик чик классно работает сейчас хай прогревается надо выехать а то она уже застоялась а у нас пути как говорится подумаешь о все такого дыма дыма путь это ж на мазуте но она прогревается уменьшается дым в разы честно зарядка уже очень удобная вещь температура еще есть там масло надо подсоединить там где-нибудь чтобы увидеть температуру масла холостых добавить ну то уже нюансы там все выставляться нужно выезжать это все блин ерунда братва то что мы ее долго уже крутим надо выезжать вот вы поняли да занимаемся ну шо пацаны выехали прикол пулисье вообще тема я так люблю поехали убедите это первое все без сцепления включая его смотрите то что я люблю одной рукой как бы неудобно снимать но сейчас попытаюсь а смотрите пальчиком раз разрустка сработала видите все еду даже спидометр работает что-то там где-то грязь не надо грязь короче пацаны выехали мы надо выезжать что-то будет все равно вылазить но тоже такое реле надо поменять поворотом сгорело но она работает на лампочку если без зажигание выключаете случайно там это уже из опыта жизни реле хороший я их пользую но если зажигание выключил а повороты моргали старает лампочками ну в нем что-то сгорает и все время горит реле поворотов типа включено лоханулся я в чем сильно здесь уж чехол он лежит сверху одевается а я без него металл вольтметры все это все эти вещи а ну короче ну надо будет его где-то другое место выставлять ну мне нравится чтоб без сцепления работает коробка вот видите могу я не нажимал ничего конечно едет она веселее от обычного камаза нравится но дубовая есть идея перевести морду на подушки воздушные вообще торсионы выкинуть ну это так мысли вслух посмотрим как она опыта много у меня нету как бы в ней потихоньку сейчас едем вот первый раз выехать по деревне прокатиться хоть охота шоу но это считайте год мы ее разрабатывали едем кабина конечно мне не очень нравится кабина к нему не такая комфортная как на камазе она здоровая такая не нужна это мое субъективное мнение тахометр даже работает представляете зарядка все есть 28 и 2 то что надо фух пацаны времени ушло много сейчас выйду расскажу покажу что мы там переделывали кто не в курсе это сегодня февраль месяц наверное число пятое не знаю даже какое число но примерно 5 февраля или четвертое несут тела тормоза бешеные конечно тут насчет этого ну очень хорошо все вышло вот тут мы живем кто знает кто был у меня тут одни горы на гору с горы вон один водоемы там болото везде ну нормально пацаны я доволен честно дорого может все вышло да руки мы свои не считаем никогда ну это ж и смысл жизни работа должна нравиться в первую очередь что-то еще будет вылазить ну по-любому в горку идем раз без сцепления опа без сцепления пацаны все без сцепления мне там много рассказывали писали за кулису все это очко что-то еще возьми заводскую не надо мне я сделал для себя так мне нравится вот пурик пурят вот адмирал Нахимов я на холостыр еду она еще холодная температура и на мазуте я доволен что она нормально работает как бы меня все устраивает будем на днях выезжать наверное рыть там болото надо будет рыть перевозить сейчас еду до Витальки своего товарища хороший человек занимается воздухом там сильно сейчас он еду ну братья я доволен там многие там писали грязно в кабине абсолютно все равно это уже вопрос номер 17 грязно или чисто главное чтоб ночевать дома а не в машине где-то что-то у вас рассыпалось будет время сейчас наведем марафет сейчас остановимся обойду расскажу кто не видел что вышло как вышло все все ручник пацаны вот это тема клад все всегда под рукой слушаем все сейчас выйду расскажу покажу что влазить конечно из нее блин из них привычки дужине мне удобно вот такой у нас получился автомобиль пацаны все онлайн режиме как говорится что было сделано был кузов полностью весь снизу много роликов кузов на самом деле разница в цене не сильно большая можно было сварить новый но опыт жизни мы этот отрепетировали усилили саней спасибо сани Игорек тут участвовал маяцкий спасибо ему дальше все вот это выкинулось вот тут все было печально вот в этих вот моментах ну годы берут свое это было сделано тут все усилено там ну все четко новые уши кронштейны все это новое по поводу этого жопа тоже вся была заново вырезана заново усилена в работе она еще не была как бы сложно сказать где она вся проводка новая там есть ролики вот видите алы еще еще вообще девственные тут тут а все семерка восьмерка ну нормально чтоб возить камень может быть фаркоп был установлен вот такой из фауна гляньте фарковчик фара заднего видео вида новую установил вывел груши на рецепт из-за того что у меня надо иногда там зацепиться и тянуть экскаватора накрали бразовики то такое фух так что тут еще мосты мы не лазили мосты блокировку заднюю я сделал лазил там вчера позавчера там разбирался с этими вилками их там нужно выставлять ну занимался среднюю еще не испытывал сделанный был полностью цилиндр на подъем кузова хромировался отдавал я десяти тысяч гривен ну как бы в работе не был но сейчас сухой все четко не падает ничего воздушная система вся была сделана заново на этот пластик переведена это по воздуху коробку пришлось заменить то есть поняли есть там видео абсолютно новая коробку я нашел случайно спасибо кустин кузов не сел цилиндр или на ушах вот тут сжало чуть-чуть тирает ну сейчас оно нагрузится он скотик на место свое отстойник мой большой из-за того что ездим на мазуте как бы принципово некоторые районы говорят по поводу всего этого бака на мазуте это воздух в бак если нужно закачать вдруг заглохли или систему прокачать я это все время устанавливаю но сейчас уже нашел решение за это есть все видео отдельное есть решение тема обычный насосик 24 вольта из автобуса Богдан или что-то еще ну из вот этих автобусов у нас налозки цена ему что-то гривен 500 остался фильтр хочу выкинуть и поставить иномарки тут он масляный волосянка какая-то ну не надо мне выкинул элемент и все по поводу этого все рассказал установил печку газовую многие там писали ну оно сейчас надо открыть покажу печка газовая вот сейчас еду задую его кстати тут воздух все разъем чтобы зимой накачивать и выжимать сцепление раз накачали воздуха вот обычного компрессора сейчас открою капот кабеля более живая может потом заняться кто не видел думаю уже полный обзорчик покажу все тут у нас отопление такое паровое газовое нужно еще там жиклерами выставиться но запах есть газообогащенная смесь нужно меньше кинуть жиклер тоже в процессе работы поджиг у меня аж на военном каком-то этом не знаю даже что это ребята мне писали что это сделала полностью все на военных реле на этих автоматах военных не люблю я вот это все китайская все вот общий контактор состоит зажигание выключил и машина вся отсекается идет отдельно питание на печку там 12 вольт на блок поджига и на электроклапану видео есть там кому все это будет интересно так что тут еще у нас было сделано ну реле зарядки топов вот вот это вот реле поворота в чем я вам говорил она хорошая классная ему там и цена как бы работа простейшая но если зажигание выключил раньше а машина работает что-то в нем там сгорает это уже не одно я спалил все же из-за этой спешки как обычно то есть рабочие моменты учит нас рублем это самое лучшее учить рублем нас вот такой аппарат получился пацаны я доволен чтоб то мне говорили дорого не дорого отдали или что-то еще вложение да ну это опыт жизненный ничем его не возьмешь и не купишь ну как как-то так вы поняли да ну все ребята а этот Жека вчера там звонил салтовский говорил что пишет что я ее выставил да ребят то есть выставил из-за чего есть и более эти как бы интересные сейчас предложения в работе хочется купить гусеничный то есть охота купить но бабок нету если дадут там ну денег нормально можно продать только из-за этого жизнь одна и нужно держать нос как говорится по ветру вот видите вот такой получился у нас агрегат почти год мы его репетировали многие видели весь процесс ну свершилась пацаны я доволен будет что-то еще конечно вылазить не без этого а кулиса вышла супер то есть никого не слушайте завод да но если у вас резинки разбитые на кабине вот эти ну соленблоки она ездит в ямах то есть оно все шатается и выбивает ну видели сами работает без сцепления то что я люблю как бы в этом плане хорошо все пацаны всем привет до новых встреч в эфире будем заниматься работать по возможности снимать все ребята до новых встреч в эфире